Моя цель, ну, я на Украине, потому что я хочу быть здесь, просто я хочу быть здесь. Я верю, что, наверное, Бог положил на мое сердце быть здесь давным-давно. И нет у меня цели, я просто живу здесь с семьей. И есть общая цель, убежать Богу, есть общая цель научить людей, читать Библию с ними, и общаться наше от этого, чтобы стараться знать, что Бог желает от нас, и кто Он. Но я не планирую уехать. И мои дети, они чувствуют, что они хотят быть на Украине. И, да, поэтому я ожидаю, я буду умереть здесь. Вообще-то началось все, когда мне было около 8-9 лет, по-моему, и начинал читать истории насчет Советского Союза. И я, наверное, находил около 10 разных историй, и мне интересно было. И я особенно любил читать истории насчет церкви на Украине, ну, в России. И появилось желание почему-то приехать сюда. Почему, я не знаю. Может быть, потому что я думаю, о, вот, это будет опасно здесь. Ну, конечно, мы видим очень много. Мы часто, когда гости приезжают сюда из Австралии или из Америки, мы часто говорим, что такие дни, где в метро, ну, в метро все ходили, говорили тихо. И никто не говорил громко, чтобы внимания не было на них. А сейчас есть какой-то дух, ну, свободный дух в Киеве. Люди ходят, и они могут громко говорить, ничего страшного. И, ну, после два революции, конечно, тоже, ну, есть какое-то чувство у людей, как бы, они гораздо ориентированы немножко, общаются с многими насчет этого. Они ожидают что-то лучшего, они, ну, не видят этого. И это, вообще-то, это может быть хорошо для страны, потому что, когда люди понимают, что, ну, хорошая жизнь, это не когда у тебя есть деньги, или лучшая работа, или большая зарплата, но это, ну, когда у человека есть мир, собственность, мир с Богом и судьмой, тогда, о, это уже какое-то достижение развития. Ну, есть разные, типа, области, или, ну, для развития. Для меня, ну, моя цель в жизни, наверное, это, чтобы угождать Богу. И не всегда получается. Но я стараюсь. И я верю, что это важно для каждого человека, ну, принимать эту цель для себя. И я верю для Украины, это было бы такое, ну, большое благословение, если бы народ встал на колено перед Богом, покаялась, потому что мы все грешники, и говорили ему, мы хотим тебя угождать. И нам сложно, но мы хотим изменить нашу ситуацию сейчас. И, ну, мы читаем в Библии, что если мы верим в Иисуса, Бог готов простить нам грехи наши и не дать нам все, что мы хотим, но укреплять нас, и помогать, и благословить. И это бы сильно влияло на Украину, если бы больше людей, ну, масса людей стояла на коленах перед Богом. Мы смотрим на церкви, церкви, даже по новостям. Иногда, ну, они показывают церкви, где пастор, он стал таким богатым, и, можно сказать, украл через манипуляции, украл из народа. И это религия. Религия не помогает человеку. Вера отличается от религии, а вера помогает человеку. И когда пастор понимает, что он, ну, руководители, лидеры в церкви, понимает, что он из служителей, они такие, ну, Боже, лидеры тогда это благословение для церкви и для общества тоже, потому что люди будут, ну, они начнут доверять, ну, пастырей, церковные лидеры, священники, и это только может быть плюс. Каждый год перед лагерем, ну, около месяца тому, я начинаю молиться, чтобы никто не погиб. Куча детей, молодежь, да, и на этом году тоже самое. Никто не погиб, классный лагерь. Продолжение следует... Продолжение следует...